Добрый день! Сегодня у нас второе занятие и мы продолжаем с вами изучать менструальный цикл. Тема сегодняшнего нашего занятия – нарушение менструальной функции. Физиология менструальной функции поддерживается правильными ритмичными синхронными взаимодействиями различных звеньев нейроэндокринной регуляции деечникова и маточного циклов. Различают, как вы помните, пять основных уровней регуляции. Это центральная нервная система, гипоталамус, гипофиз, яичники и матка. Кроме того, в последние годы доказано несомненное участие в регуляции менструального цикла таких органов, как щитовидная железа, надпочечники, а также изменения, которые происходят при метаболизме половых гормонов. Несмотря на широкий мозаицизм этих патогенетических факторов, которые могут вызывать поражение различных уровней нейроэндокринной регуляции менструального цикла, клинически его нарушения проявляются двумя основными признаками. Как правило, это диаметрально противоположные направления либо в сторону увеличения, либо в сторону ослабления менструального цикла. Таким образом, указанные клинические проявления нарушений менструальной функции могут являться симптомами различных гинекологических и эндокринных заболеваний. Однако эти нарушения могут настолько превалировать в клинической картине, что становиться самостоятельным заболеванием, например, как дисфункциональное маточное кровотечение, которое мы знали раньше на сегодняшний день, это аномальное маточное кровотечение. Нарушения менструальной функции встречаются достаточно часто в практике акушер-гинеколога и составляют около 25% от всех гинекологических заболеваний. Они приводят к снижению, иногда и к потере репродуктивной функции женщины, к ее трудоспособности, нередко являются фактором риска по развитию предраковых и раковых процессов женских половых органов. Эти патогенетическими факторами, приводящими к расстройствам менструальной функции, являются Первое – это сильные эмоциональные потрясения и психические заболевания органического и функционального генеза. Второе – это нарушение питания, количественное или качественное – это витаминозы, это ожирение и резкая потеря массы тела. Профессиональные вредности – здесь что нужно сказать? Это воздействие химических веществ, физических факторов, радиация. Инфекционные и септические заболевания Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, системы крови, мочевыделительной системы, перенесенные гинекологические операции, травмы мочи половых органов, воспалительные заболевания и опухоли женских половых органов, головного мозга, хромосомные нарушения, врожденное недоразвитие половых органов, инволюционные расстройства, гипоталамических центров в климактерическом периоде. Классификация нарушений менструальной функции. В зависимости от клинических проявлений, нарушения менструальной функции делятся на три основные группы. Первое – это гипоменструальный синдром и аминорея. Второе – гиперменструальный синдром и аномальные маточные кровотечения, овуляторные и ановуляторные. И третье – альгодисменария. Что же такое гипоменструальный синдром? Он характеризуется сохранением циклических процессов в репродуктивной системе, но они протекают на низком уровне. Клинический гипоменструальный синдром проявляется скудными – гипоменария, короткими – олигоменария и редкими – бради- или опсоменария – менструациями. Иногда менструации бывают всего несколько раз в году – спан-аминорея. Аминорея – это отсутствие менструации в течение шести последующих друг за другом менструальных циклов. Аномальные маточные кровотечения возникают вследствие функциональных нарушений в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе, делятся на овуляторные и ановуляторные. Овуляторные или двухфазные кровотечения обычно бывают циклическими и проявляются в виде гиперменструального синдрома или минорагии. При этом менструации могут быть обильными – гиперменорея, длительными – полименорея и частыми – прояминорея. Ановуляторные однофазные кровотечения, как правило, носят ациклический характер и называются метропатиями. Следует отметить, что маточные кровотечения могут быть следствием органической патологии, такой как доброкачественные и злокачественные опухоли женских половых органов и эндометриоза, и не связаны с менструальным циклом. Такие кровотечения называются метрорагиями и в группу дисфункциональных маточных кровотечений не входят. Альгодисменорея – болезненные менструации. По признаку болезненности различают альгоменорею, при которой во время менструации имеются боли только в гениталиях, и десменорею, при которой боли в половых органах сопровождаются головной болью, тошнотой, рвотой, болями в эпигастральной области, общим недомоганием. Альгодисменорея может быть функциональной или органического характера. Продолжение следует...